Какой замок? Значит, вы не знаете, как это было? Да, значит, вы не были на старых фермах. А у вас снимаются? Да, это шторы. Не датчики стоят. Все вышли? Да, вот все. Температура определенная, и он поднимается. Можно, да? Вас звать, величать? Лазуткин Александр Евгеньевич. Должность? Главный зоотехник района. Район, да? Вы выпускник сельхоза? Да. В каком году заканчивали? Безоинженерный 2005, а экономический еще там же, в 2010. Второй образователь. Да, да, да. Но у меня роднее больше технических. То есть, вы при данном сельхоз, это, как называется, отделе сельского хозяйства, Высовского района. Так, ну что ж, значит, ну первое, да, академия исполняется 100 лет, 28 марта. Вот что вы хотели сказать, пожелать, ну вот, для стати, так сказать. Что пожелать? Больше, да, два зоотехников готовят специалистов, потому что их катастрофически, я подчеркиваю, не хватает в сельском хозяйстве. То есть, на данный момент, вот, допустим, из шести сельхозпредприятий, да, двое зоотехников, они приехали, не то что с другого района, с другой области работают. и слава Богу. Вот, пока. Но так, процветание, всего наилучшее, наилучшее здоровье преподавателям, всем, кто нас учил, не учил. Вот, так что, так что, так что, так, не пожелать. Да, вот, на данном предприятии есть договор, так вы понимаете, с сельхозом, потому что летом проходит практика. Ну да, да, да. Вот, вы, как выпускник, вот, в принципе, развиваете вот такие отношения с другими предприятиями? Ну, конечно, всегда, да, 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 конечно. Ну, хорошо, давайте так. Вот такой раз больше надо специалистов. А вот предметно, вот, вы же знаете, сколько требуется или потребуется, вот, надо под заказ, так сказать, готовить. То есть, у нас вот предметно-ориентированное обучение есть. Когда предприятие говорит, вот, мы вкладываем, нам будут нужны такие, да, вот такое направление, в принципе, вот вы... Я понял вашу мысль, в общем, смотрите, на данный момент в наш район требуется два специалиста, два предприятия. Вот, на данный момент именно сюда, даже не один, а два специалиста. Главное, зоотехники, зоотехники по кормам. А средняя зарплата? Средняя зарплата от 25. Ага, ну, то есть, средняя по, значит, области, понятно. Так, хорошо, вот у нас есть центр по работе трудоустройству. Пока там ничего не работает, к сожалению, и не занимается, потому что я захожу на сайт, там ничего нет. Но, в принципе, вот такую актуальную информацию можно было бы, вот, хотя бы через пресс-службу достать у вас, да? И прям предмет уже... Ну, конечно, конечно. Это большое дело, большое дело. То есть... А начальник сельскохозяйственного района у вас имеется в виду сельхозотдела? Начальник управления сельскохозяйственного? Да, да. Звать, величать его? Смирнов Валерий Геннадьевич. Ага. Ну, и такой вопрос. Здесь рядом находится... Барменой, я не ошибаюсь. Ну, может, не рядом, да? Сорока километров. Сорока километров, да. Понятно. Тоже... Большой комплекс, да? Вы здесь в Молокове? Ну, там комплекса нету. Там у них... Эээ... Эээ... Часть животных находится на привязи, на привязанном содержании, а часть на... Без привязки. Вот. Но у них тоже огромная работа была проведена за последнее время. То есть, у них построен... Эээ... Родильный двор. Потом для... Эээ... Сухостойных коров. Потом... Эээ... Был построен... Телятник. Рядом с телятником там есть... Эээ... Эээ... Значит... Ээ... Ээ... Домики с холодным... С метом в холодном содержании телят. То есть, это сейчас актуально. На данный момент. Вот. Плюс они... Ээээ... Эээ... 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 И планах, да... Строительство... Они в программе. Строительство жертонаводческого комплекса... Более тысячи голов. Справку о нем получил... Теперь вот об этом предприятии. Справку... Ну что современного... Какать... Что самое главное... В нем на данном предприятии... Ээээ... Эээ... Действует... Три инвестпроекта. Первый инвестпроект. Ты слушаешь. Эээв 1200-голов комплексах. Второй инвестпроект... Привездного содержание, да? Без привездного содержания. А без привездного. Эээ... Эээ... инвестпроект это значит робототизированная интеллектуальная ферма на 200 голов вот и третий инвестпроект это мясная площадка до 4000 поголовья специализированного мясного направления а в настоящее время до 4000 поголовья у них более 3000 поголовья вот 3700 вот мне говорила женщина за тех что 1750 что ли вот 1900 голов да да а еще 3000 мясного да это можно сказать мега ферма огромная мега ферма плюс они еще планируют строить за роботами значит роботизированный тоже интеллектуальную ферму на 500 550 голов но вопрос конкретный все-таки академия подготавливает высок высококвалифицированных специалистов да то есть вот каком на каком уровне они должны вот это все прятать все это странная техника по сути доилки доловаль да то есть программа обслуживающие пусть и на русском но это же с последним словом техники то есть вот я понял в общем вот когда я тоже учился так сказать обид нашим предавателям в принципе всем оговорил как бы может быть маловато практики практических занятий то есть теорию да дают хорошую богатую как бы это самое но на практике это сейчас может такое быть может быть да практика практика это страдает на дешевле так и отслуждают другой стороны работали вот на практике как положено работать то мне кажется вполне достаточно тогда почему преподаватели не знают вот этих вещей другой вот эти глубоко вот эти головали так далее почему это не знают почему не знаю почему вы думаете что не знаю сколько я с 97 года в академии другой стороны как и есть такая вот как бы не проблевать тара все извиняюсь преподавали черт знает на чем все везде современные вместе фергуста на это у нас это все что есть то преподавали ну что лисунов или кто там другие знают ничего не волью не надо я про преподавателей говорю почему они вот эту современную технику вот вот я согласен сейчас тут надо собственно исправлять конечно хоть плакат но плакат мало вот техника доивили но это же василий вы не правы вы не правы вот мы сейчас дети преподаватели да и все это видим многие преподаватели даже на нашей кафедре они работали в этих фирмах они знают все эти технологии внутри надо посмотреть практики мало вот о чем речь летний практика пришел смотрел то писать отчет преподавать надо поглубже подозревать значит стандарты стандарты так надо вносить в натреннюю сессию думать так нет нельзя ни на самом деле не признавать нельзя надо двигаться вперед и говорить вот так я переработчик молока и я посмотрел здесь какое оборудование самое последнее современное мне такого не давали поэтому я думаю вот надо вот не ни разу не сносили там это я правда было еще на любом перерабатывающем предприятии на Виндельдане на Виндельдане Баранова там была Татьяна Александровна там другого типа предприятия но там тоже современные оборудования на Виндельдане наши документы проходили на Дьяконова проходили проходили но мало но маловато я бы даже сказал процентов процентов 5 может быть вот по именно практике но это мало я скажу про Германию опыт полгода студент работает полгода учится это же и зарабатывают причем это же важная вещь сейчас такие комплексы строятся электронные сертификации я не могу я не могу Продолжение следует...